welcome welcome дорогие друзья и у меня для вас видео посвящено новому патчу 12-22 патч который начинает у нас пред сезон 2023 года а именно кто не в курсе вчера ночью закончился ранковый рейтинговый правильно будет они ранковый ранковый этот английского рейтинговый сезон и соответственно той айла которую вы получили она более не изменится точнее она будет меняться многие люди меня спрашивают что же будет происходить сами райт и здесь это нигде официально не написали просто говорят добро пожаловать при сезон 2023 года у нас будут правки баланса бла-бла-бла новые предметы бла-бла-бла мы с вами это видео разделим на две части первая часть будет посвящена изменениям леса потому что они меня больше интересуют да и вы бы хотели на тоже отдельное видео чисто по изменению леса получить где мы более подробно это все с вами обсудим вторая часть будет посвящена скорее зачитыванию предметов и обсуждению новых предметов ну и помимо этого там будем еще рассказывать про усиление и ослабление некоторых персонажей которые райт и сразу решили поменять хотя на пбе сервере они только могли тестировать их и не могли они точно знать что эти чемпионы будет дико хороши или дико слабы ну чтож давайте к этому всему постепенно приступать но перед тем как я попрошу вас сначала поставить лайк подписаться на канал и написать какой-нибудь комментарий что вы думаете вообще о 2023 году стоит ли играть лес вообще потому что лес становится не той ролью которую мы все с вами привыкли дело в том что рает и его оказывали в уют лес максимально и любой абсолютный игрок теперь может в нем играть у него не будет проблем с фармом потому что терять опыт и здоровье в лесу практически теперь невозможно это становится роль максимально как бы так сказать максимально выровненный с другими игроками то есть не имеет значения насколько ты будешь хорошо играть как лесник потому что лесник оппонентов будет играть туча также и ничего меняться не будет вы час это все поймете когда будем это зачитывать просто может тогда лучше играть те линии где реально можно скил проявить а именно там top lane mid lane где у вас без участия лесника например все может решиться ваши очные вставки где один предмет может повлиять на полное изменение этой позиции потому что все остальное в лиги легенд саппорта это керри они зависят друг от друга лесники теперь вообще а не зависит ни от чего получается просто ждут пока команда начнет тимфайтица ну ладно это все мысли вслух давайте приступать возвращение хим таковского дракона хим таков бы дракон возвращается шестой дракон которого рает и удалили ввиду того что его пассивка была слишком сильная продержался он всего три месяца или даже два месяца у нас в лиге легенд вы знаете когда ввели у нас 6 драконов его пассивка позволяла после души как-то который вы получали воскрешаться и воевать а ра это это тут же по сути по нерфили сделали так что воскрешение длилось поменьше времени и урона вы наносили меньше но даже при таких условиях все равно это было слишком дисбаланса ввиду чего ра это решили просто его убрать и у нас было пять драконов до конца этого года но вот сейчас он возвращается будет ли такая же пассивка давайте смотреть первое что нужно отметить сам дракон теперь будет более живучи когда у химического химического хим тэкового дракона остается меньше половины здоровья он начинает получать на 33 процента меньше урона от врагов а наносить он становится на 50 процентов больше урона ну и каждая его атака наносит физический урон там сколько нас интересует эти числа я сразу говорю об зачитывать не буду буду вам их показывать и будете их видеть и сами будете решать читать вам это или нет что же он дает как усиление если вы забираете одну штуку такую канал же команда убивает одного дракона она получает и суммируется этот весь урон если это усиление если она была уже не одно плюс 5 процентов стойкости и плюс 5 эффективности к лечению и щиткам то есть получается что это чисто для танка инициатора либо чисто для саппорта потому что ну редко бывает все эти показатели одновременно у одного чемпиона ну кроме наверно мунда у которого даже щиток имеется если так задуматься но так вы понимаете идею дракон предназначен именно для танков и для саппортов но никак не для ассасинов он не дает эти показатели что же дает душа владельцы хим таковой души получает на 10 процентов меньше урона и наносят на 10 процентов больше урона когда их здоровье падает ниже 50 процентов здоровья их собственное щитки не учитывается как вы понимаете если вы опустились ниже 50 но использовали гаркулю она вам дала щиток вы продолжаете получать на 10 процентов меньше урона и носить на 10 процентов больше урона и эта штука не пропадает просто как только вы переходите назад выше 50 процентов здоровья соответственно этот баф пропадает а так он остается навсегда откровенно говоря скажу вам что это один из самых не одна из самых неэффективных душ в лиге легенд это очень эффективная комбинация настакивания стойкость это тенасити вы получаете очень высокую плюс эффективность щитков лечения она есть хотя бы у кого-то точно в игре и соответственно чемпион получит бафы но именно душа самое неэффективное получается потому что ей пользоваться может только при определенном условии у вас меньше 50 процентов здоровья и вам нужно чтобы ваши чемпионы были под это предназначены то есть чтобы ваши чемпионы намеренно хотели понижать свое здоровье ниже 50 процентов и под этими показателями дальше воевать а это надо заранее соответственно делать такую связку чемпионов и надеяться что выпадет такая душа это крайне неэффективно как вы наверное можете понимать ну в качестве примера приведу что есть у нас трендомер ему это все подходит но под трендомера нужно брать драфт чтобы на медлайне был контроль маг чтобы адекере был такой депушер отпушивать и тоже типа северки тогда это сработает ну а кто ждает выпадет хим таковый дракон или нет шанс теперь один к шести становится что душа будет именно его так что это крайне неэффективно само ущелье во что она превращается все вещи которые есть в ущелье а именно плоды шишки и светлячки как играет их называют они будут мутировать мутировать и плоды во что мутирует от которой медовые плоды превращается в стимулирующие плоды они лечат на ту же величину но при этом дают еще щит на чемпиона который съел и не замедляются они замедляют игрока во время их использования как вы знаете когда медовые плоды и жрете вы чуть медленнее становитесь теперь вы замедляться не будете а еще и будете получать щит взрывные шишки те самые через которые вы перепрыгиваете через стенку теперь будут бросать вас на 2 извините на 200 процентов дальше на 2 пиксели хотел сказать в два раза дальше чем было раньше что это значит ребята это значит что медлайн не вывод которой рядом с мидной нам стоит шишки на них вы сможете прям на мидлейн попадать ну кто не помнит это шишки которые позволяли вам перепрыгать на красный баф либо к дракону теперь вы можете от них прыгнуть прямо на мидлейн прямо вот туда ну и соответственно дальше ориентируйтесь прыжки соответственно к дракону будет не в д Irene put прямо в бит а перепрыгивать аж дракона вот аж туда запрыгивать. Два раза дальше это довольно высокое расстояние, потому что раньше вы вроде прыгали на 600, теперь на 1200. 1200 это 3 флэша расстояния. Цветки, светлячки. Цветки, ну это которые просветку дают. Провидцы превращаются в цветков светлячков. Вдобавок к привычному конусу они раскрывают небольшую область вокруг себя. Союзники, затронутые этим цветком, недолго ускоряются при перемещении в соответствующем направлении. Здоровье, раскрытое вражеского тотема, уменьшается на единицу. Что касается вот этого первого описания. Если вы кого-то подсветили, вы ускоряетесь бежа за ним. Так сказать. Ну то есть человек, который от вас убегает, вы дали прямую просветку, вы ускоряетесь по направлению к нему. Он соответственно от вас не ускоряется и не может убежать. Но интересно то, что ворды теперь будете выбивать на одну автоатаку быстрее, потому что вы всем им срезаете на единичку. Как только просветка заканчивается, у них снова 4 хп становится, если у них было 4 хп. Ну это просто тоже, чтобы вы понимали, как оно работает. К сожалению, оно не убивает ворды, которые синие тринкеты. Соответственно этот эффект не так хорошо работает. Синие тринкеты у них всего 1 хп. Могли бы этой просветкой сразу их убивать. Было бы забавно. Все зомби ворды и все синие тринкеты разом бы убивались. И я думаю, это была бы неплохая фишка, но райты, конечно же, ее не добавили. Ну а теперь переходим к лесу. Есть большой текст. Я сначала думал его не читать, но все же, наверное, будет эффективнее, если я его прочитаю. Мы подготовим множество извинений для леса. Бла-бла-бла. Все лагеря прошли своеобразную закалку. Одныне чемпионы с линией будет сложнее убивать монстров. Особенно на ранней стадии игры. Из-за того, что в лесу теперь помогают компаньоны. Некоторые нерасторопные лесники будут защищать лагеря быстрее. Здесь подразумевается то, что Юми даже лес теперь фармить может. И я не шучу. Юми может фармить лес и проходить его с фулл хп. Вдобавок часть золота и опыта была перенесена из самого леса в новые предметы для лесников. Про это тоже скажу. С другой стороны лагерь крагов стал менее стойким. Теперь после убийства древних крагов это големы, которые краги почему-то называются. Сразу появляются маленькие краги, сразу маленькие големы. То есть, помните, 4 штуки. Там сначала было 2 средних, а потом 4 маленьких. Поэтому вам больше не нужно будет тратить время на их зачистку. Это разнообразит листы и маршруты на ранней стадии игры. Брехня! Вот это сразу говорю. Вот последняя строчка. Это полная брехня. После этого обновления игрокам с линией и вражеским лесникам станет сложнее воровать у вас лагеря. Про это я говорил в предыдущем ролике. И это абсолютно правда. Теперь нет никакого смысла заходить в чужой лес, потому что ваши бафы действуют только в вашем лесу. В чужом лесу они не действуют. Ваши союзники, заходя в чужой лес, не будут получать за убийство тоже никаких дополнительных опытов. Правда, они и в ваш лес, заходя, не будут получать дополнительный опыт. Благодаря увеличенному урону в собственном лесу вы сможете быстрее убивать своих монстров и медленнее чужих. Этот эффект ослабит мотивацию игроков заходить во вражескую половину карты. Не знаю зачем. Повлияет на это, это повлияет на стратегию вертикальная зачистка, успех которой слишком зависел от ваших союзников. Здесь я соглашусь, это хорошее утверждение, что заходить в чужой лес можно было только с приоритетом своего медленера топленера, например, в красный лес, а снизу, там если ботленер ваш доминирует, вы можете заходить в чужой лес. Теперь этого не будет, потому что вам просто нет эффективности туда заходить. Вы меньше золота зарабатываете, меньше опыта зарабатываете, вы дольше забираете эти кемпы. Когда у вас стоит 6 ваших кемпов, зачем вам идти и забирать кемпы оппонентов? Как и ему, нет в этом никакого смысла. Соответственно, лесники будут привязаны полностью к своей позиции и к гангам, а без контрджанглинга, так называемого. Вдобавок, черные метки должны сделать вторжение в аварский лес менее эффективным и губительным для тех, кому вторгаются. Сразу говоримся, мы считаем, что эта стратегия имеет право на существование и должна быть эффективной. Однако сейчас она слишком несправедливая, и мы ее нахуй удаляем. Извините за мат. Я просто как человек, который не понимает, зачем это делается, не осознаю по-прежнему всю великую идею, гениальность этого плана. Чтобы вы меня поняли, если вы не лесники, давайте представим, что вы медлейнер. И скажем так, райты скажут в следующем патче, что медлейнер, сражающийся с другим медлейнером, наносит меньше урона по нему. Но если медлейнер фармится, у него будет 100% урон. Чтобы вы понимали, допустим, ласхит крипа более важен тогда будет, вместо того, чтобы ходить и убивать. Или медлейнер, ушедший с линии, подшедший... А, ну да, вот, кстати, идеальная идея. Я сейчас на ходу это придумываю, просто чтобы показать пример. Медлейнер, сражающийся на медлейне, наносит 100% урон. Что вы, что ему. Но если он уходит на топ-лайн, он наносит там только 70% урона. А если уходит вниз, то тоже только 70% урона. И так только первые 15 минут. После 15 минуты все нормально, медлейнер могут бегать. Вышки закончились, можно бегать. Вы думаете, это будет нормальная система? Что мы ограничим хороших игроков, которые используют лейнинг фазу, подпушивают, заполучают себе преимущества, делают рекол с телепортом. После этого еще раз подпушивают, получают себе свободу действия, спускаются вниз, делают даблкил. А райты скажут, извините, даблкил нельзя так делать, потому что медлейнер оппонентов был слишком слабый, и команда пострадала из-за него. Поэтому мы сделаем так, что когда ты спустишь, у тебя будет только 70% урона. Я утрирую, но это так. Вот это то, что райты сделали. То, что я доминирую лесника оппонента, меня наказывают за это и говорят, нет, ты не должен доминировать его. Ты должен быть таким же флегматичным и стоять просто фармиться в лесу. Больше ничего ты делать не должен. Ну, можешь периодически выходить на ганги, мы не против, но только при условии, что ты все только что зафармил. Почему при условии? Сейчас скажу. Мне остались без внимания и наши любимые пугаливые крабы. У этих монстров теперь были две основные проблемы. Некоторым лесникам было сложно уничтожать их щиты. Так вы же для этого и задумали, чтобы лесники все могли уничтожать щиты. Вы для этого у кармы отобрали стан, вы для этого убрали там талона, зеда из лесу, чтобы они не могли так легко с ними разбираться. Вы же все это специально и делали. А теперь они говорят, что это было слишком сложно. Поэтому мы жизнеспособность просто увеличиваем ему количество хп. Сам по себе краб будет появляться теперь не в 3.15, а в 3.30. Так у медленных лесников будет больше времени зачистку, и они смогут со своими коллегами дойти до крабовых войн. Ладно. Ну и последняя тема нужно осветить, касается живой части леса. Все кемпы теперь не могут быть отпулины далеко. Это главное не ошибитесь, потому что теперь нельзя их выпуливать, как выпуливали раньше. И люди, которые стремились улучшать эту механику, люди, которые играли за картусой и делали фулл клир леса в 2.59. В 2.59 фулл клир леса. Постоянно отталкиваясь от того, что можно было тащить крипа за собой и закидывать его кушкой. А больше этого делать не смогут. Крипы будут слишком рано терять агрессию и сразу же возвращаться назад. Соответственно, кемп ты будешь фармить по механике, подошел к кемпу, нажал автоатаку, пошел пить чай. Я серьезно. Именно так. Нет смысла бегать, нет смысла кайтить, нет смысла бить других каких-то маленьких там юнитов, как, например, это было с рапторами. Ты начинал бить сначала маленьких, потом большого, если ты с мать не собирался нажимать. В этом нет никакого смысла больше. Вы все равно не теряете здоровье, вы все равно не можете их отпуливать. И вы можете не бояться, что кто-то зайдет вам в лес и торопится куда-то, потому что все будут привязаны к одному и тому же времени. Краб появится в 3.30, а если ты не фармишь свой лес, то ты идиот получаешься, потому что ты пошел в чужой лес с наименьшей эффективностью. Ну, в этом нет никакого смысла. Ну что ж, а теперь по порядку. Изменение механики лагерей. Черная метка. Когда погибает большой монстр, все большие монстры в его лагере помечаются. Все небольшие в его лагере. Спустя 10 секунд вне боя с чемпионом помеченные монстры погибают. Что это значит? А это значит, ребят, что подходя к, опять же, рапторам, убиваешь раптора, все вокруг пометились и через 10 секунд они все равно взорвутся. Убил большого волка, все два маленьких волчонка пометились и они взорвутся. И кто-то скажет, так вот же, крутая тема. Да, только она работает только в твоем лесу, а не в чужом. В чужом тебе придется полностью зафармливать всю точку. Соответственно, в этом никакого смысла. Сила в собственном лесу. Лесники теперь наносят на 20% больше физического и магического урона монстрам на своей половине карты. Соответственно, когда вы вторгаетесь в чужой лес, этого урона не имеется. И прощальные подарки. И теперь, когда вы добиваете любого большого монстра, ура, товарищи, хотя бы здесь любого, можно и в чужом лесу это делать, он восстанавливает вам здоровье, ну там, в зависимости от этого, восстанавливает ману. Если у вас есть лесной компаньон, а, подождите, здесь я вот этого не видел. Если у вас есть лесной компаньон, этот эффект визуализирует... Погодите, вот это я не уверен, что это в нашем... что это не только в нашем лесу работает. Потому что лесной компаньон, он типа просто не идет в чужой лес с тобой, и поэтому эти все метки не работают. Возможно, это тоже только в нашем лесу работает. Это надо будет проверять. Прошу прощения, я это не проверял. Этот эффект визуализирован в виде снаряда, который выпускает стор, бла-бла-бла, это нас не интересует. Золото и опыт в лесу. Теперь лесники получают на 75% опыта за убийство миньона на линии до первой эволюции компаньона, при условии, что их уровень не ниже среднего. Чтобы вы понимали, это сделано для того, чтобы вы не могли воровать линию своего союзника. В этом тоже нет никакой необходимости. Вы получаете на 25% опыта меньше, чем ваш медлейнер или топлейнер или адекерри. Правда, понимаю я, что есть такие ситуации, где все равно придется это иногда отпушивать, надо будет помогать. Но это сделано с целью, чтобы вы не могли разогнаться. Сделали успешный ганг, помогаете запушивать линию, вы не получите дополнительного опыта. Раньше могли разогнаться, и вы могли получиться 11 уровень к 9 против лесника оппонента. Золото за больших монстров. Количество золота за больших монстров для всех, кроме лесников, уменьшено на 15. Лесники получают на 15 золота больше за всех лесных монстров, которые имеются, а, соответственно, остальные не получают. Опыт за больших монстров для всех, кроме лесников, точно так же. Лесники получают дополнительный опыт, вы не получаете дополнительный опыт, если с линии пошли воровать у него кемпы. Опыт за больших монстров для лесников. Все большие монстры Дает 15 опыта, если у вас есть лесной компаньон Ну и дальше Само перечисление всех леснокемпов Сразу вам говорю, что у них есть урон при попадании Сильный страж теперь наносит урон В размере 5% от текущего запаса здоровья Цели при попадании Все большие монстры обзавелись вот этим Показателем, абсолютно все, у них есть Одна и та же пассивка Ввиду этого еще было добавлено количество здоровья У них, но уменьшена общая сила атаки То есть они теперь наносят Все большие монстры, более страшные Раньше они были примерно равносильны своим товарищам Мелким, но теперь надо обязательно Их больших убивать в первую очередь Большого волка, большого раптора, большого голема Ну громб И красный и синий баф Они просто наносят больше урона Но у них у всех гораздо больше стало здоровья Ну для чего это сделано? Чтобы затянуть Немножко время, потому что райты перенесли Время появления краба на 3.30 Следовательно 15 секунд надо выиграть для всех Ну и дальше просто перечисление Идет всех персонажей Напоминаю еще раз вам Что пугливый краб больше не имеет щит Но вместо этого он появляется в 3.30 И запас здоровья у него стало на 500 больше Как раз то, что ему щит давал Все остальное, в общем-то, не особо важно А теперь сами компаньоны Вот они Зеленый, красный и синий У них есть три формы Первая форма, это сразу, когда вы его купили Он просто таким чубриком ходит с вами Потом он видоизменяется И потом он превращается во что-то Я так и не понял Покемончики А они действительно покемонами стали Итак, сами компаньоны Атакуют один удар в секунду И наносят процентный урон Там бла-бла-бла Это не особо важно Помимо этого Каждую эту секунду, пока они атакуют Они лечат вас на 70% От указанного выше урона На 70% Когда владелец наносит урон По моцам на расстоянии Это имеется ввиду Если ты играешь за Юми Издалека Книжками своими кидаешься То компаньон тоже пристраивается Начинает атаковать якобы издалека Ну, чтобы компаньон далеко от тебя не убегал Не знаю, зачем он это сделал Но просто решили райд И давать красивую анимацию Восстановление маны Когда у вас есть компаньон И вы заходите вместе с ним В ваш лес У вас начинает восстанавливаться мана При нахождении в любой части леса А также на реке Постоянное восстановление маны Здесь очень сложная формула Но, в общем-то Это старая формула Которая у нас была Считайте плюс 16 маны в секунду Пока вы находитесь в части леса Если заходите в часть леса оппонентов Она тоже будет восстанавливаться Хотя бы здесь она сохраняется Лесные компаньоны эволюционируют дважды за игру Съев лакомство Как получить лакомство? Да, ребята, это стаки, по сути Тут написано съев лакомство Но считайте стаки А один стак вы получаете за участие в убийстве большого монстра То есть красный-синий баф Громпы, волки и так далее Либо убийство чемпиона оппонента Одно лакомство за каждые 60 секунд Нахождение в игре Еще одно лакомство за каждые 90 секунд Уже после того, как первая форма была достигнута То есть вторая форма достигается чуть посложнее Убивая больших монстров при наличии дополнительных лакомств Вы получаете 2 лакомства И 50 дополнительных золота За одно дополнительное лампкость При этом падает Я не совсем понял эту формулировку Что значит при наличии дополнительных лакомств Их можно есть сразу Или нельзя их есть сразу Честно, в это я так и не въехал Что это означает Но главное, что написано Что можно еще 50 дополнительных золота получить Ну, поглядим Может быть, имеется в виду Что вы не успели накопить еще форму Себе И тогда вы можете получить 50 золота За то, что нет формы Теперь по поводу формы Первая эволюция Самая, ну, есть нулевая эволюция Первая и финальная Чтобы вы понимали При нулевой ничего нет Кроме регенерации здоровья И то, что он бьет Помогает вам с регенерацией здоровья И регенерацией марной И бьет там как раз Как раз кисть существ Но первая эволюция Добавляет вам на каре 900 урона Теперь у вас Ваш смайт 900 урона наносит Владелец получает возможность Применять кару К вражеским чемпионом Которая, по сути, является Синий Синий как раз таки Смайтом Старым При нанесении Вы наносите урон 80-160 Чистого урона И замедляете врага На 20 секунд Именно то, что было раньше Лесной предмет Остается у вас в инвентаре Внешний вид компаньона Меняется У кары меняется значок Финальная стадия Чистый урон Становится 1200 Вместо 900 Кроме того 50% этого смайта Разлетается По рядом стоящим крипам Ну и напоминаю Что есть метки Еще Вы очень быстро Можете таким образом Фармить големов Волков И, конечно же Остроклювов Как они их здесь называют Владелец становится сильнее И получает новые эффекты В зависимости от выбранного компаньона Там ниже прочитаю Лесной предмет Пропадает из инвентаря Как это было раньше То есть его больше нет Он не занимает слот Внешний вид компаньона Меняется И значок у кары меняется А теперь Что вы выбрали Первый Вы поняли Всегда будет вот такой Первый всегда будет вот такой А второй Будет зависеть от того Что вы выбрали Храбрость Травоящера У нас получается Есть травоящер Это зеленый Дает вам щит 75-330 В зависимости от уровня После зачистки Лесного лагеря Или спустя 10 секунд Вне боя Чем-то мне напоминает Это немножко Сиджуани Щит действует до тех пор Пока его не уничтожат Пока наложен щит В течение Трех секунд После уничтожения Стойкость И устойчивость К замедлениям Увеличена на 20% Ну, чтобы вы понимали Это очень похоже На пассивку Сиджуани Только у Сиджуани Были дополнительные статы Плюс иммунитет К замедлению Здесь Микроиммунитет К замедлению И щит Реальный щит Просто вот Количество здоровья Выше стало При помощи этой пассивки Усиление защиты Когда в радиусе 1300 Это, кстати, вот Ко всем относится Вот этот показатель Усиление защиты Оно есть у всех Когда в радиусе 1300 То есть Трех флэшей Есть хотя бы Два ваших союзника Вы получаете На 30% Меньше урона От монстров Не знаю, зачем это сделано Видимо, для того Чтобы вы могли танковать Нашора И драконов Потому что Лес вы и так можете фармить Без потери здоровья На протяжении всей игры Но, видимо, это чисто Из-за Нашора и дракона Если вы собираетесь Сделать большие объекты Вы будете их танковать Но не получать Много урона Потому что 30% Поглощение Это важно Хотя бы какой-то аспект Геймплея появляется Потому что очень часто Люди будут Все же даже За лесника Не танковать Ну, таким образом Зато можно будет Забирать И за Евелинку И за Талона И за Зеда И за Юми Лесную Красный Ой, какие красные Там Драконов И Нашоров И спокойно стоять И танковать Потому что такое есть Огневолк Это красный Огневолк получает Заряды жара По 3 заряда Каждые 0,5 секунд Времени в игре Либо 100 заряда При убийстве Большого монстра То есть зачистил кем Получил 100 зарядов Когда есть 100 зарядов При следующем Нанесении урона Вражескому Чемпиону Ты замедляешь его И замедляешь всех врагов Вокруг На 30% А также Поджигаешь И получаешь чистый урон В размере 5% От ее Максимального запаса здоровья В течение 4 секунд По сути Огневолк Это контрпик Травоящера Потому что Травоящер дает вам щиток И дает Эффект Снятия замедления Здесь вы замедляете Чуть больше На 30% Вместо 20% То есть замедление Все будет срабатывать Но при этом Вы еще и танковость Вот этого Травоящера Будете нивелировать При 5% уроне По здоровью Здесь же щит А щит вы можете Проигнорировать Таким образом И у нас есть еще Ветролис Увеличивает скорость Придвижения владельца На 45% Когда тот Заходит в кусты Эффект ослабевает На 2 секунды Когда он выходит Из кустов И если убили Какого-то большого монстра До этого То эффект будет 60% Когда вы зашли в кусты Это чем-то мне напоминает Старую ульту Казикса Эволюцию Шестую Ой не шестую Эволюцию его ультимативной способности Заходя в кусты Вы получаете скорость Передвижения Дополнительную Правда там вы еще Уходили в невидимость А это чисто для ассасинов И как вы понимаете Здесь камень Ножницы бумаги То есть красный Сильнее зеленого Зеленый по логике Должен быть сильнее Ветролиса Потому что щиток То все равно остается И дополнительный урон Вы не сможете Эффективно использовать Так как вам сначала Надо пробить щиток Ну а Ветролис Так как дает нереальную мобильность Он будет меньше страдать От огневолка Ну вроде как Но пока звучит Что красный Самый эффективный И самый выгодный Потому что Скорость передвижения Это конечно все хорошо Только толку От этой скорости передвижения Если ты не можешь Дуэльку выиграть Я имею ввиду Ветролис Дальность отвода монстров Сразу же предупреждаю Я не буду здесь все зачитывать Просто дальность уменьшена Почти на 30% Представьте вот примерно Ареал До которого вы могли Отталкивать Красный баф До которого вы могли Вытягивать големов Уменьшите его На 30% В своей голове Вот это примерно Есть расстояние С 1000 Синий До 650 Громб С 700 До 450 Краги С 900 До 650 И даже Геральтки Уменьшили расстояние На которое ее можно Отпулить То есть ее теперь Нельзя Запулить в кусты Ну по крайней мере Так задумано Riot Games Рекомендованные маршруты Это дополнительная информация Для всех лесников Которые будут запускать игру У них Когда они зайдут в игру Автоматически игра Будет на мини-карте Именно вот карта Которая у нас внизу экрана Или висит Будет написано Как нам фармиться И будет там цифра 1, 2, 3, 4, 5, 6 Зачем это делается? Для того, чтобы вы знали Как наиболее эффективно Фармиться вашим лесником Конечно же Это никак не связано С самой игрой То есть имеется ввиду Что вы можете Фармиться как хотите Эти цифры Только для первого Вашего маршрута Будут появляться А дальше можете выбирать Как вы хотите Фармиться самостоятельно И нет никакого Бонуса Если вы фармитесь По этим цифрам Нет никакого и минуса Если вы не фармитесь По этим цифрам Сами решайте Просто считается Что это более оптимально Новые инструменты Пинки Это нас не особо интересует Я про это много раз говорил Что он вместо 4 основных пингов Добавляется Еще 4 Которые вообще Непонятно зачем нужны И вместо Enemy Vision Одной кнопки Теперь у нас будет Enemy Vision И нам нужен Обзор здесь То есть здесь У врага вард Нужно еще поставить Самим вард Вот такая вот штучка Но появилось другое Кое-что интересное Планирование действия Это да Это мы говорили Что будет появляться Надпись голосования Перед объектом И вы можете Проголосовать Брать его или не брать И вот самое интересное Будет если будет голосовать 3 в 2 То есть 3 человека Будут считать Что надо брать дракона 2 человека Будут считать Что не надо брать дракона По демократии Выиграли эти 3 человека Но эти 2 могут сказать А нам плевать Мы республиканцы Мы приняли решение Не выполнять То что мы То что вы тут выиграли Мы будем просто Стоять АФК Ну Для чего это Не знаю Ну так придумано Riot Games За это репортировать Все равно нельзя будет Я считаю Голосование вообще Не нужно в игре Но Riot Это добавили Добавили Изменение системы обзора Вот это интересно Теперь когда враг Будет ставить вард Вы можете В течении 10 секунд И вот Вот здесь Вы можете В течении 10 секунд Нажать на этот вард И он будет Подсвечен Всем Вашим союзникам На мини карте И пока он не пропадет Он будет на мини карте Висеть И все будут знать Что там стоит вард Если вы увидели Как его ставят Он еще 10 секунд Там Подсвечивается Вы это знаете Вы можете на него нажать И он будет всем показан Это упрощает систему Таймеров Которые иногда Используют игроки До сих пор Когда увидели вард Они сразу пингуют Что там вард И я например Пинговал просто И через Z Потом смотрел Ну кнопка Z Это открытие общий чат Чтобы увидеть По таймерам Сколько еще этот вард Там будет примерно стоять Ну а теперь Можно просто нажать На него Все будет хорошо Не обязательно Это делать топ лейнеров Это все еще Может делать лесник Все еще может делать саппорт Так что Дерзайте А помимо этого Теперь можно будет Легко устанавливать Варды на карте И вы будете всегда знать Когда вард ваш пропадет Когда вы ставите Вард на карте Он не только Показывает вам обзор Но и показывает таймер Когда этот вард пропадет Чтобы вы понимали И не надо было Мини карту Двигать в ту сторону И смотреть Ой через сколько секунд Он пропадет Вы всегда это будете И так теперь знать Рекомендации по умениям Оказывается Райты считают Что он совсем за имбецилов Поэтому Во время самого матча Вам будут еще советы Выкладываться Как качать вашего чемпиона Например Вы взяли Рексай И у нее В начале игры Есть только W Здесь вам будет Нарисована галочка На W Что надо ее взять А потом будет Нарисована галочка Что надо брать Либо Кушку Либо Ешку Ну и соответственно Так как она лесник Скорее всего Там будет нарисована Кушка Ну и в итоге Вот такая фигня Ой наоборот Я кстати Неправильно сказал Она может только Кушку взять В начале Ну короче Вы поняли меня Я перепутал Заклинания местами В общем Такие советы Будут от Riot Games То есть сначала Будет написано Только Кушку берем А потом будет написано Что надо брать Желательно W А Ешку потом Но если ты откажешься То ты откажешься Можешь отказываться Никто за это По голове давать не будет Изменения верхней линии Не знаю почему Здесь написано Верхняя линия Потому что это Вообще-то касается Двух линий Опыт из-за миньонов Теперь все соло линии Будут получать На 2% И 15 сотых Больше опыта На 2,15% Больше опыта На соло линиях То есть пока Они стоят соло А вот медлейнеры Все миньоны Появившиеся на средней линии Теперь приносят На 1 золото меньше До 14 минуты Это схоже То с чем я вам говорил Да-да Это вам Суммарно там подсчитано Вы потеряете Где-то 170-200 золот В зависимости от того Залахите ли все тележки Или нет Ну 170 золота Потеряет примерно Мидлейнер Опыта он будет Получать столько же Сколько и топлейнер Здесь у них все хорошо Но обновленные предметы Это мы будем обсуждать Уже в следующем видео Которое будет выпущено Для меня Прямо вот сейчас Через 30 секунд А для вас Оно будет выпущено Ну наверное Где-то через часик Через полтора Там мы обсудим Новые предметы Обсудим Изменения чемпионов Заклинания призывателей И изменения башен Баланса в арами Вот все Вот эту вот систему Которая в общем-то Не особо важна Здесь самое важное Это предметы Я их зачитаю Но еще раз говорю Когда я буду их зачитывать Я не буду утверждать Что этот предмет Будет идеален На том или ином чемпионе Ввиду того Что мы еще не знаем Какой чемпион Будет вообще в мете Мы не знаем Даже какая мета будет Я даже по лесникам Сейчас определиться Точно не могу Потому что Те лесники Которые были королями Леса Они были королями Ввиду того Что они Выфармливали лес Как раз К3 05 Могли выйти на краба Забрать краба И сделать ганг Таков был маршрут Таков был путь Либо могли сделать Early game Ганг Через три кемпа Сразу ганг На мид Джарван Элиза Лесина Они третий левел Брали Выходили Делали ганг Теперь же Игра намекает Что надо фармить Все шесть кемпов Выходить в 3.30 На реку Забирать краба И вот теперь Только начинать гангать Когда у соперника Уже третий уровень На соло линиях И на ботлейне Тоже люди к третьему уровню Идут Звучит как полная херня Но посмотрим Как это будет работать А пока Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Чтобы ничего не пропустить Потому что следующее видео Будет посвящено Именно новым предметам Пока пока ребят Не хочу быть лесником В этом сезоне